снял лук с грядки длина грядки 8 метров с одной грядки репчатого лука получилось 6 ведер 6 ведер но тут чуть поменьше вот с этой стороны лук немножко какой-то хиленький и таким вот образом я снимаю этот лук потому что вот эта вот шейка она стала смотрите какая мягкая конечно лук надо было уже давным-давно снять больше недели назад но стояла холодная пасмурная дождливая погода и вот выдался хороший день вот смотрите облака но все-таки появилось голубое небо и если появится солнышко бока начинает греть и мы нашли и вот этот солнечный день и снимаем лук чтобы его колить на солнышке он будет греться и сушиться вот представляете вот все снял лук с гряды и несу его к этому пеньку вот смотрите как получается тачка лук пенек топор ведро с луком я тачка с репчатым луком и начинаю его делить срезаю вот где перья начинается вот здесь начинаю рубить складываю в тачку вот с этой гряды получилось пять ведер репчатого лука потому что как я спросил у жены почему здесь вот такой вот плохой урожай она говорит потому что второй раз сажали на этой грядке лук второй раз пчелы летают они стали злые они от того что мы их злим мы их постоянно не трогаем они у нас не злобные но в связи с этой погодой даже пчелы стали злые не пройти вот постоянно там скашивают только литовкой чтобы была тишина сегодня в 5 часов утра пошел косить они все равно вылетели меня прогнали так и не скосил там упал уже в тачку не вмещается вот таким вот образом срезаю рублю то есть топором посмотри как какая шейка ну такого никогда не было чтобы у нас перья просто раз и упали никогда такого не было этот впервые но все равно стояли очень холодные дождливые дни но все-таки урожай все равно хороший лука вчера ходил фупайки елки надо его сложить до 5 5 ведер с этой грядки даже не не 5 4 вру 4 6 ведер 6 ведер 4 ведра если не ошибаюсь 4 повезу этот лук буду рассказывать про этот лук когда у нас появилась собственности земля мы сажали лук покупаем лук или покупаем семена лука и какие-то у нас неудачи представьте первый год второй год третий неудачи и все лук не хранится или растет слишком маленький и однажды мы взяли лук большую головку у одной бабушки она просила у нас купить но когда стали покупать она попросила огромные деньги мы все равно ей отдали потому что с луком были одни мучения купили сохранили его в холодильнике посадили вырастили семена семена опять посадили появилась чернушка из этой чернушки появился очень хороший большой лук это вот в плохую погоду вот представляете этот сезон стояли холодные холодные дни ну фактически холодные и он каким-то образом вырос но хороший сезон когда вот ну такой вот хороший поливаешь постоянно солнце греет лук двойной получается двойной вот такой огромный и он хранится у нас долго если вовремя снять но все равно сохранится и и в этом году лук высыпаю на плащ палатку на покрывало вечер наступит мы спокойно соберем занесем его чтобы не было какого-либо конденсата росы вот такой утренний или дождик например тучка вот сюда встала и только первые капли мы бежим быстренько раз убираем пока лук не намок вот для этого мы и застилаем тут все вот теперь этот лук вот так вот раскатаю вот таким вот образом все раскатал буду снимать урожай чеснока вот продолжать буду дальше буду снимать все урожай 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 вот смотрите какой зонтик получился здесь конечно потом появится семена из которых будем собирать в дальнейшем лук чернушка так называемый надо конечно это все соединить чтобы они как бы не не упали и связать эти все головки зонтиков пойду на другую сторону там начну собирать этот чеснок вот смотрите чеснок вот смотрите уже мягкий ствол ну шейка еще будет твердая вот шейка тверда и вот смотрите я откопал и вот он подсыхает и уже шелушится если бы его не снять вот эти корешки белые их будет еще больше и лук как бы не знаю начинает опять расти то есть чеснок опять начинает расти постоянно везде песок у нас везде посмотрите сколько песка и делаем ровно ту же операцию вот я покажу чеснок у нас тоже хранится всю зиму и вот смотрите вот здесь я отрубаю должно вот сюда попадать вот до сих пор сейчас Сейчас гости приедут, нужно картошку подкопать Пойду копать картошку Мы ее уже подкапываем потихонечку с картофельного поля И кушаем, не покупаем уже в магазине Потому что у нас в прошлом году был очень-очень плохой урожай картофеля Почему-то раз закончился, пошли в магазин, стали покупать Но он очень дорогой, не знаю как люди терпят, покупают Вся зарплата на картошку уходит Это вот фацелия Вот пчелы летают, собирают нектар с этой фацелией И вот мед получится Вот не представляете какой он вкусный получается Вот похожий детский карамель еще в наши годы Вот такой карамель был Вот мы, смотрите, картофель подкапываем потихонечку Несколько сортов картофеля посадили И везде картофель получился отменный Здесь подкапывали, там подкапывали С той стороны еще картофель не копали Но как я буду копать картофель Обязательно вам покажу, где какой сорт Если бы я, конечно, не запутался Вот смотрите, ботва Ну тут можно копнуть Вот она, хорошая ботва специальная И там тоже была хорошая ботва Гости же приедут, надо их кормить Вот смотрите, картофель в песке А картофель еще и съедет и съедет Вон картофель на какие Вот смотрите, из песка он просто весь чистый Вот с такой картофель, вот такой клубень маленький посадили А картофель вон какие, большие Вроде бы и все Смотрите, как в песке Так, чтобы еще бы вам выкопать По идее, это не надо путать сорта Чтобы, если, например, готовить Чтобы он доходил до готовности одинаково Если я, например, белую или какую-нибудь желтую То это будет неправильно Вот не знаю, тут, наверное, тоже самое Ну, подкопаем Твояк что-то не приедет Парится Вон, смотрите, еще не готова картошка Клешки Ну, песок весь сырой от дождей Вот смотрите, сырой А вот вынимаю из песка Ой, что-то ноготь не сломал Даже руками можно копать А вот если бы я песок не насыпал Надо было перфоратор притащить И перфоратором Выкапывать Клубни картофеля Только перфоратор помог бы Потому что у каждого своя земля Ну, не знаю, хватит Для наших гостей Тут другой сорт Вот, наверное, вот здесь другой сорт Здесь другой сорт Ну, фацелия Постоянно ее сажаем В этом году первый раз посадили сюда А картофель там Потом меняем Местами Здесь цветочки посадили Цветочки посадили А фацелия Вон какая высокая выросла И вот эти вот, смотрите Цветочки здесь растут Потом раскрываются Другие цветочки И раскрывается вот эта вот, смотрите Как бы гусеница вот так вот Раз-раз и раскрывается И она постоянно цветет, цветет И очень долго цветет Потому что здесь цвет, вот здесь, смотрите Потом расцветает здесь, здесь И она постоянно цветет и цветет Ну, мед, вот честно говорю, лучшего вкуса меда я не видел, как только если пчелы соберут урожай вот именно с фацелии. Мед самый вкусный, самый лучший в мире. Вот такая вот фацелия, вот такая. Вот смотрите, выпрямилась фацелия. Все, уже цвет фактически ее закончен. Вот здесь потом появятся семена. Вон ствол какой. Если ствол показать сбоку, то, вот смотрите, стебель какой. Вон какой. Вон они какие, здоровые. Вон пчелы везде летают. Вот сейчас еще только-только наступила хорошая погода. Если бы хорошая погода стояла, пчелы куда-то улетели, ветер еще дует. Тут вот такой слой черный стоит из этих пчел. Звук такой отдается от этого дома. И соседи приходят, у тебя пчелы, по-моему, роятся. Я говорю, да нет, не роятся, посмотрите их сколько. Они тоже стоят и удивляются. И зная, что у нас фацелия, этот мед быстренько-быстренько у нас покупают. Что-то я перешел на этих пчел. Пока. Уборка чеснока с грядки. Вот смотрите, чеснок. Сколько тут земли в этом корешке. А тут земли нет. Вот смотрите. И вот чтобы убрать, я вот так вот делаю корешок об корешок. Делаю таким вот образом. Все, чистенький. И так вот дальше. Если бы я буду вот таким вот образом делать, я буду зализывать эту грязь. Ну, конечно, вот смотрите. Земля, конечно, сырая. Не высохла она, потому что дожди. Вот сейчас тепло. Опять потом будут дожди. И холод наступит. В общем, некогда ждать уже. Корешок об корешок. Вот смотрите, какая мохнатость получается. И быстро будет головка чеснока сохнуть. И опять на это место. И таким вот образом. Вот до желтого цвета. Чеснок хранится до последних дней. В общем, и так далее. И то же самое на солнышко. Вот показываю урожай чеснока. Но этого чеснока нам хватит до следующего урожая. Теперь у нас здесь сушится на солнышке чеснок. И лук. Вот смотрите. Мы взяли, очистили покрывало от земли. Взяли таким вот образом. Перекатили вот сюда. Потом опять покрывало и на покрывало сложили. Вот такой урожай получился. Лука. И соответственно, когда перекладывали опять лук без земли, мы нашли вот такой вот лук. Что у нас никогда и не было. Вот такой лук. Представляете? Сгнивший. Какой-то весь уродливый стал. Но у нас в городе, в квартире остались вот такие вот луковицы. с прошлого года. То есть, хватило от урожая до урожая. Вот теперь будем питаться новым луком. Вот такой урожай. Ну, картофель вы видели. Так, что еще показать? Вроде бы, и все. Урожай. Лук у нас был в колодце. И теперь я его опять вытаскиваю на улицу. Сегодня погода будет очень хорошая. плюс 30 градусов на улице, обещают. И теперь я его, этот лук, повез. Опять греться на солнышко. знаете, какой тяжелый. Это ужас. Это вроде бы, кажется, вот я такую вот кучку вам показываю. Но это все, я говорю, кажется. И теперь опять его раскатываю. И так постоянно за этим луком следим. Поехал за следующим луком. чеснок у нас здесь. Здесь накапливается тепло. Если какая-то сырость, она, конечно, уходит туда. и долго-долго вечером здесь устанавливается эта теплота. На улице уже становится холодновато, а здесь все равно тепло. опять повезу лук. Вторая тачка. Вот так постоянно за луком постоянно следишь. Вот эта тяжесть опять. Так, привезу. сразу же в следующую тачку. чеснок. Чеснок. Вроде бы и все. Пока. 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 Пока.